Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мы снова отправляемся в мир Схрона! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика, книга вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Глава 21 Мое расширенное сознание теперь сузилось до размеров черепной коробки. Я снова стал обычным выживальщиком, а не джедаем. Но это не принесло облегчения. Как бы хотелось, чтобы это все оказалось сном после курения шишек с вованом. Как я себя не щипал и не лупил по лицу, пока шли по немецкому бункеру, проснуться не получалось. Самое, что ни на есть, реальная реальность. Я представлял, как мы с Валерой будем долго изучать это убежище, сколько здесь полезных ништяков можно найти, чего стоит только автономное электропитание, исправно функционирующее восемь десятков лет. Интересно, на каком источнике энергии это все работает? Узнаем позже. Сейчас главное провести ревизию захваченного добра и выкинуть нахрен всю нацистскую атрибутику. Несмотря на защищенность и автономность секретной лаборатории, жить бы я тут не стал. После всего, что здесь творилось, я впечатлительный человек, не хочу, чтобы мучили кошмары. Но вот Десантуре должен понравиться новый домик, ведь здесь куда комфортнее, чем в его неандертальском логове. Мы вышли в зал с уродцами в клетках. Вот, блин, а я думал, приглючила тогда. Безумный ученый выращивал их на убой, как бройлерных цыплят. Лена тихонько вздохнула. Я положил руку ей на плечо. «Надо освободить этих несчастных», – сказала она. Я только кивнул. «Мы с Вованом по-другому решим эту проблему. Избавить человекоподобных уродов от страданий будет лучшим выходом». Да, слишком уж легко умер проклятый Ульрих. Теперь я понимаю, какой подвиг совершили наши предки, защитив человечество от фашистского безумия. Добравшись до первого зала, мы принялись скрывать стеклянные саркофаги, чтобы освободить друзей. Лена отсоединяла трубки и провода, а я тем временем оттаскивал в угол трупы врагов, дабы не травмировать хрупкую детскую психику. «Или зря это делаю. Пусть привыкают к ужасам БП. Хотя пусть Валера это решает». Закончив с уборкой мертвецов, я подошел к гробу очкастого другана. Отсоединив хитросплетение, опутывающее тщедушный организм, я похлопал по впалым щекам. ФСБшник дышал, но не просыпался. Гад такой. Хотя рядом дети уже пришли в себя. «Попробуем другой метод». Я вытащил из подсумка фляжку. Отвинтив крышку, оттянул челюсть Валеры и влил пару капель обжигающей жидкости. В ту же секунду комрад закашлялся, подскочил, завертел по сторонам ошалевшим жалом. «Добро пожаловать в реальный мир, Нео!» С улыбкой произнес я. «Что происходит, Саня?» «Все нормально, друган». «О, детишки, и вы здесь, и Люся!» «Папа, папочка!» «Саня, где мы находимся?» Валера лихорадочно натягивал свои шмотки. «В секретном немецком укрытии». «Че за дичь ты мне втираешь? Что значит немецком?» «Ну, фашисты здесь прятались. Точнее, их тут замуровало во времена войны». «Что за бред? Ты в своем уме? Ты че, опять накурился?» «Ты заколебал», – разозлился я. «Делать мне больше нечего, как сочинять небылицы». «А где этот бункер находится?» «В моей пещере». «То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ты построил схрон в одном заброшенном немецком бункере, а под ним обнаружилась гигантская пещерная система, а в этой пещере, в свою очередь, скрытое убежище нацистов? Я правильно понимаю?» «Да», – ответил я. «Здесь у них какая-то военная биолаборатория». «Ну и бредятина, я разочарован», – покачал головой очкастый нытик. «Ты говорил, что будешь писать книгу? Ну, если бы я наткнулся на подобный текст, то у меня бы просто взорвало пукан от нереалистичности». «Эй, а где, кстати, мой вепрь?» «Вон он, блять, лежит. Слепой, что ли?» «Я отошел в сторону от этого неблагодарного, охреневшего говнюка. Сам ничего не может, кроме как щелкать своим самодовольным хлебалом. А туда же, критиковать меня. Спорить с придурочным, никаких нервов не напасешься». «Ничего, скоро он убедится. Все они убедятся, что Санек прав и что он для них сделал. Прощения еще попросят». «Вообще, очкарику, скорее всего, просто стыдно от того, что он ФСБшник, ничего не знал про это место». Переместившись к храпящему на полу Егоручу, я повторил процедуру воскрешения. Дед хищно повел носом, не открывая глаз, ухватил фляжку и надолго присосался к ней. Мне с трудом удалось вырвать пойло из его крепких рук. Не хватало еще утихомиривать напившегося лесника. Он подпрыгнул с безумными глазами и торчащий во все стороны бородищей. «В атаку! Бей немчуру, мать вашу!» Грозно рычал ветеран. «Отставите, Егорыч!» Сказал я. «Всех уже перебили». «Ох, ядрит-кудрит, проспал опять дед!» – вздохнул он. «Так это шо? И у лиха тоже это того!» «Этого мерзавца в первую очередь!» «Саня!» – подбежал Валера. «Где теща? Ну, то есть мама? Лена сказала, вы ее где-то оставили. Веди меня к ней!» «Друг, ты наговорил кучу говна в мой адрес, а теперь прибегаешь без извинений, орешь что-то, просишь от меня, но делаешь это без должного уважения!» «Ладно, Саня, прости, он виновата протер очки. Мне жена Харакири сейчас сделает, если тещу не приведем!» Я вздохнул. «Ох уж эта теща, все проблемы из-за нее!» «Ну, пойдем! Сейчас ты просто охренеешь, когда увидишь, что Санек не врет!» «Да верю я тебе, верю!» – зашипел Валера. «Идем же!» «Пошли с нами, Егорыч, покажу тебе дохлого Ульриха, держи свою Мосю!» Оставив женщин и детей дожидаться нас, отправились вглубь подземной лаборатории. В машинном зале очкарик удивленно присвистнул. «В ближайшее время надо все тут изучить», – сказал я. «А ты подумай, как сделать отводку к нашему огороду». «Че тут думать? Кабель надо только! На чем работает эта штуковина?» Он принялся изучать циферблаты на стене гудящего агрегата. «Потом разберемся!» В следующем зале Егорыч сплюнул и перекрестился. Валера принялся блевать при виде клеток с запертыми в них уродцами. «Как такой хлюпик вообще попал в ФСБ?» «Такая судьба ждала бы вас, если б не я», – проворчал я. «Нацисты-каннибалы третьего рейха. Круто, не правда ли? Попизди мне теперь еще что-то насчет нереалистичности». «Я понял, Саня, понял». Камрад вытер рот платочком. «А где Антонина Петровна? В одной из клеток?» «Если бы, идем дальше». Попетляв по коридорам, очутились в рабочем кабинете, где меня парализовала полоумная старуха. Егорыч тут же принялся сдирать со стен и топтать своими валенками флаги со свастикой. Валера заинтересовался бумагами и книгами на столе. «Здесь определенно должна быть схема всего комплекса», – задумчиво произнес он. «А также документы, которые могут пролить свет, что за разработки здесь велись. Потом отыщем. Как же мне не терпится убраться отсюда?» «Секундочку!» – Валера запихал все-таки несколько тетрадей в нагрудный карман. «Как читать будешь?» – усмехнулся я. «Ты что, немецкий понимаешь?» «Антонина Петровна хорошо знает этот язык». В этот момент что-то с грохотом разбилось позади. Послышался журчащий звук. Молниеносно обернувшись, я увидел Егорыча, деловито отливающего на портрет фюрера, сброшенный со стены. Вот она, непримиримость к врагу, незатукшая семь десятков лет. Да, нам есть еще чему поучиться у дедов и прадедов. «Друзья, извиняюсь, что отвлекаю от важных дел, но давайте уже заберем тещу Валеру и двинем отдыхать по домам», – предложил я. «Все, все, идем, Саня, веди скорее к ней, вот Люсечка обрадуется!» – потер ладошки очкарик. Но когда мы зашли в пыточную или операционную, меня ждал полный шок. Чертова бабка снова исчезла, так же, как и Ульрих. Одна из стен зияла черной щелью незакрытого потайного хода. «Так», – воскликнул Валера. «Это че-то прикол такой? Где мама?» «Не знаю и знать не хочу!» Я ударил стену кулаком, разбивая в пыль кафельную плитку. Хреново, что этот немецкий ублюдок остался жив после очереди в упор! «Контрольный надобно было», – грустно сказал Егорыч. «Эх, Санек, натворил ты делов, ох, натворил!» Сплюнув от злости, я подошел к темному проему. «Вот гадство!» «Теперь ловить фашиста с зомби-бабкой по этим подземельям!» Внезапно из темноты раздался крик. «Ермания них капитулирн!» И резкая вспышка выстрелов. Я отпрянул за угол и швырнул гранату неубиваемому фашисту. «Ф-1» зацокало по полу удаляясь, хорошо закинул. «Тыдыщ!» Из проема вырвалось облако дыма и пыли. «Так, отходим!» – скомандовал я. «А как же добить супостата?» – Егорыч потряс ружьем. «У тебя уже была такая возможность!» «Та шо ты знаешь, бляха-муха!» – возмутился дед. «Вот по дороге и расскажешь, надо сперва увезти отсюда баб с детьми, пока этот псих до них не добрался!» «Саня прав!» – согласился Валера. «Бежим!» Мы уходили из нацистского убежища. Впереди шла Лена, освещая дорогу детям. За ними Валера со своей разъяренной женой. Она постоянно ему что-то выговаривала. Я и Егорыч позади, прикрывая отход. Именно тогда, во время длинного перехода, дед начал свой рассказ. Он говорил долго, с подробностями, словно пытаясь выплеснуть из себя историю, о которой пришлось молчать семь десятков лет. И теперь я понял почему. Поглядывая на лесника, я уже видел не седобородого старикана, а молодого пацана в трофейном камуфляже с ППШ в руках, ведущего по этим темным тоннелям штурмовой отряд Красной Армии. Глава 22. Могучее тело десантника сковано ржавыми тисками. Рваная тельняшка пропитана кровью, челюсти раздвинуты садистским механизмом. Изо рта искусственным паразитом выходит гофрированный шланг. Черная фигура в плаще приблизилась. Кожаные перчатки сжимают никелированный инъектор с толстой иглой. Вован, безумно вращая глазными яблоками, захрипел, когда фашист начал медленно водить иглу через ноздрю и далее в мозг. ВДВшник забился в судорогах, но длилось это недолго. Ведя вещество, черный мучитель отложил прибор. Десантник обмяк, закрыл глаза. Но через минуту, когда веки поднялись, глаза стали другими. В них клубилась тьма. Я проснулся, сдерживая рвущийся из горла крик. Майка и трусы насквозь сыры от пота. Жар от ритега давил удушливой волной. Отложив сторону сайгу, посмотрел время. Проклятие! Всего пару часов поспал. Кошмар никак не выходил из головы. А все потому, что не добили гребаного фрица. Отложив зачистку бункера на утро. Как теперь спать спокойно? Почему я ночую внизу на складе? Во-первых, Валеры семейством остались у меня. Впрочем, как и Егорыч. Еле доев гречу с тушенкой, все расположились спать. Вчерашние испытания вымотали до смерти. Дети Елены улеглись на нашу широкую кровать, а остальные на полу, выданных мной спальниках. Ну а во-вторых, кто-то же должен стеречь выход в опасное подземелье. Чтобы чертов Ульрих не прокрался бесшумно и не перерезал нас во сне. Я и расположился внизу, на туристическом коврике, не забыв покормить Зюзю перед сном. Висячий замок не самая надежная штука против безумного фашиста. К тому же, хрен знает, может он еще и не один. По крайней мере, помощник у немца точно имеется. Старая вредоносная корга. Ну почему мы не закопали ее тогда в огороде? Надо предупредить Вована, вот что. Как можно спать, когда боевой товарищ в опасности? Рывком поднявшись с туристического коврика, я провел быструю разминку, чтобы привести в тонус мышцы. Быстро оделся, проверил оружие, свет, все в норме. Но отомкнув замок, я призадумался. А кто закроет люк? Не хотелось никого будить, Лена будет волноваться, остальные устроить совет. Нахрен весь этот кипиш? А вдруг все же пока хожу, нацист проберется в схрон? Поставить растяжки? Тоже не вариант. Кто-то из своих может проснуться, отправиться меня искать и подорваться. Значит, надо идти поверху, через лес. Хм, без лыж. Они остались у Вована. Будет тяжеловато. Хотя лыжня, наверное, подмерзла, что позволит мне не сильно проваливаться. Решено. А растяжки все же поставлю с той стороны. С этой будет замок. Ключ у меня, так что все норм. Блин, а если Вован в это время решит меня навестить? Да, Ребус. Я почесал свою умную голову. Как же хреново без связи. О, придумал. Оставлю ему послание. Отыскав маркер и листок бумаги, написал. Вова, не лезь. Заминировано. В пещере чужие. Санек. Ништяк. Вот только надо оставить этот листок внизу, на видном месте. Ну, что поделаешь, придется лезть. Я откинул тяжелую крышку. Спустившись вниз несколько минут, настороженно вслушивался. Даже выключил фонарь, чтобы не светить свою позицию. Однако, кроме журчания речки, ничего подозрительного не обнаружил. Может, я переусердствую с паранойей? Ага, конечно, сколько раз благодаря ей остался жив. Нет. Все нужно делать по уму. Я закрепил бумаженцию на лестничных скобах с помощью серого скотча. Заебок, как сказал бы Вован. Еще раз окинув взглядом окрестности, полез обратно. Наверху под самым обрезом люка установил две растяжки. Вот так вот. Теперь можно спокойно отправляться в путь. Аккуратно закрыв крышку, повесил замок. Ну что, Зюзя? Я весело подмигнул наблюдающей за моими действиями меланхоличной жабе. В этот раз без тебя. Извини, красотка. Стараясь не шуметь, я поднялся в комнату, перешагнул спящих гостей и оказался в прихожей. Несмотря на всю свою возню и беготню, захотелось спать. Челюсти распахнулись в чудовищном зевке. Может, я зря все это затеял, идти куда-то в ночь, когда можно сладко выспаться. Но вспомнил рассказ Егорыча и свое сновидение. Блин. Не дай бог оно окажется пророческим. Натянув полярную маску и очки, я поправил капюшон и вышел в беснующуюся стужу. Ты все правильно делаешь, Санек. Все правильно. Думал я, промахиваясь, иногда мимо лыжни и утопая в снег по самую развилку. Не видать нам спокойных снов, пока в подземельях разгуливает зло. Как я и предполагал, дорога заняла времени вдвое больше обычного. Начало светать. Я уже все проклял, пока дотащился до логового вана. Перед входом выкрикнул на всякий случай. «Володя, это я! Вхожу!» Не дождавшись ответной реакции, я откинул разорванный пулями полок. Тлели угли в очаге, рядом с недоеденным куском мяса пустая бутылка. Понятно, чем он тут занимался. Вот только где сам десантник. Устланная шкурами ложа пустует. Я замер и снял с предохранителя сайгу. Неужто сбылись мои худшие опасения и Вован в плену. Но следов борьбы не видно. Могли и спящего в пьяном угаре чикнуть парализатором. Хрен знает, что делать. Ха, а может он просто извергает очередную личину на заре нового дня? Надо отработать этот вариант. Держа на прицеле пространство перед собой, тенью метнулся вглубь пещеры. Добравшись до сортирной галереи, я уже понял, что никого не обнаружу. Вован может скрытно проникать на вражеские базы, молча выслеживать добычу в лесу, даже убивает он обычно молча. Но вот чтобы бесшумно опустошить бомболюк... Нет, это из разряда фантастики. Вернулся в логово. Все-таки фрицы. Вот блядство. Я закурил и пораскинул мозгами, оценивая ситуацию. Ладно, Саня, не гони. Даже на пару со старухой этот полудохлый фриц не утащит здоровенного кабана-ВДВшника. Значит, он где? Значит, куда-то отправился. На охоту, что ли? Я оглядел еще раз пещеру. Копье на месте, автомат. Да у него столько их, что хрен поймешь. Я вышел на улицу. Так, снегоход на месте. Тут, конечно, натоптано, но все равно. Посмотрим следы. Блин, а где покойники? Ну, эти деревенские сталкеры, которых постреляли накануне. Тут два варианта. Либо их прибрал Вова, либо... Местные забрали своих покойников. Иди Сантуру заодно. Нет, блин, нелогично. Они бы забрали снегоход. Чувствуя себя Шерлоком, я подошел к машине и, отвинтив крышку бака, посветил внутрь фонариком. Гады упекли Вовчика, а снегоход оставили, потому что нет бенза. На донышке. Что же, блин, делать? Спасать надо ВДВшника из плена, вот что. Ага, следы как будто волокли что-то по снегу. Или кого-то. С карабином наперевес я побежал меж деревьев. Так, а ведут-то они совсем не туда. Местные приходили с другой стороны. Ну что же за напасть снова? Когда уже можно будет присесть за ком с бутылочкой пивка и погонять фолочь? Я отогнал упаднические мысли, сосредоточившись на скрытном движении и контроле окрестностей. И едва не пропустил его. Предрассветные сумерки, что бы их. Метрах в тридцати на краю полянки стоит серая фигура. Не ваван, судя по габаритам. Несколько минут я наблюдал за незнакомцем сквозь заснеженные ветви елки. Не двигается. Тоже ждет кого-то. Из-за недостатка освещения я не мог разглядеть детали экипировки и лицо по тенью капюшона. Вовремя заметил этого чувака. С облегчением подумал я. Видать, один из тех, кто забрал Вовчика. Может снять его? Как раз стволе пулевой патрон? Нет, я не настолько контуженный, чтобы убивать не разобравшись. Да и он всяко здесь не один, черт этот. Где-то должен быть их лагерь. Я осторожно попятился и начал по дуге обходить стража. Незаметным барсом обогнул дозорного. Этот олух даже не понял, что я у него за спиной. Ладно, займемся тобой чуть позже. Раздвинув ветки, увидел и остальных. Они не сидели у костра, не чистили оружие, не переговаривались. Просто стояли неровным кругом посреди поляны и не двигались. Только серая поземка струилась между неподвижных ног, трепала куртки и плащи. Неприятное предчувствие кольнуло сердце. Вот это чересчур странно, и Вована не видать. Отложив сайгу, достал нож. Думаю, получится незаметно уработать того первого сторонки. Расскажет, куда дели десантуру. А если будет орать, перережу трахею. Стараясь не дышать, подкрался сзади к вражине. Идиота кусок, как тебя еще не грохнули, если позволяешь подбираться так близко? Уже не таясь, я рванул за капюшон, опрокидывая дуралея. Рука с ножом приникла к горлу, и я чуть не заорал. На меня смотрели пустые глаза главаря деревенской шайки. Из разорванного вавановским штык-ножом рта, как потоки застывшей лавы, черной коркой застыли потеки крови. Глава двадцать третья От неожиданности я потерял равновесие. Мертвец навалился за коченелой массой, увлекая в сугроб. Завязалась борьба. Я пытался отпихнуть одеревеневшие скрюченные конечности. Гребаный снег хлынул в глаза, нос и уши. Ледяным ручьем ворвался за шиворот. Да что еще за хрень? Моя подготовка не предусматривала зомби-апокалипсис. Вывернувшись, наконец удалось освободиться. На эмоциях ударил пару раз тылую морду. Как сбитая сосулька отлетел в сторону шнобель-трупака. Тяжело дыша, я поднялся на ноги. Чертов, блин, десантник! Сто пудов его фокусы! Потирая отбитые костяшки, я вернулся в кусты и забрал оставленную сайгу. Хорошо никто не видел этого позора. Чуть не выхватил от безобидного мертвяка суровых звездюлин. Наверное, от усталости. Мозг уже не так адекватно оценивает реальность, не замечает многих деталей. Но купание в снегу, конечно, взбодрило. Хотел было осмотреть трупную инсталляцию поближе, но остановился. В голове вспыхнула здравая и логичная мысль. Вован расставил мертвяков не просто так. Может, для устрашения врагов? Но тогда поставил бы их на реке. Зимой это единственное место, по которому могут ходить чужаки. И расположение странное. Почему стоят кругом? Явно не для устрашения. Какой-то ВДВшный прикол? Навряд ли. Скорее ловушка или приманка. Лучше их вообще не трогать. Мало ли какие сюрпризы приготовил абсолютно неадекватный десантник. Несмотря на явно нездоровую фантазию Вована, я решил его отыскать. Да, он псих, причем смертельно опасный психопат, получающий удовольствие, отрезая уши врагов. Но у кого из нас в жизни не было ебанутого приятеля? И я готов терпеть его выходки, пока в этом есть польза. Главное, направлять неуемную разрушительную энергию в полезное русло. Например, зачистка нацистского бункера. Радуясь, что не попал в ловушку десантуры, на кого вообще это рассчитано? Я по периметру обходил поляну. Разыгравшаяся пурга быстро заметала даже мои собственные следы. Но если все это заподня, Вован должен притаиться где-то поблизости. А может и нет, раз до сих пор меня не обнаружил. Вот блядь! Я встал как вкопанный, не дыша перехватил сайгу. О такой удаче давно мечтал, медвежья берлога. Узнал ее по продуху. Это характерное обледеневшее отверстие в снегу шириной с кулак, через которое косолапый во время зимней спячки всасывает кислород из окружающей атмосферы. По крайней мере так написано в пособиях для охотников. Я понял, что стану сейчас обладателем сотен килограммов вкуснейшего диетического мяса и других полезных ништяков. Но как его достать? Шмальнуть из карабина в отверстие? А вдруг только раню зверя? Вспомнился чеченец Умар, которому Миша откусил голову. Зашевелился первобытный страх, когда представил, на что способен голодный, разъяренный медвежара, разбуженный посреди зимы. Дело серьезное, мелочиться не стоит. Закинув за спину сайгу, я вытащил из-под сумка гранату. Затем, убрав по карманам перчатки, обхватил ледяные ребра, отогнул усики, зажал взрыватель и на цыпочках подкрался к отверстию. Глубоко вздохнув, выдернул кольцо и наклонился, отводя руку, чтобы зашвырнуть гостиниц Топтыгину. В этот момент ладонь с эвкой попала в чудовищные тиски. Я резко обернулся, едва не посидев, и встретился взглядом с десантником. Он покачал головой из стороны в сторону, отобрав гранату, быстро вставил кольцо и вернул обратно. «Медведица там!» – произнес воин, отворачиваясь отрежущего ветра. «С медвежатами! Пусть спят, ёпта!» «Понял!» Граната переместилась в подсумок. «Ты хули, меняющий, что ли?» «Да! Вова, что происходит? Что все это значит?» Я указал на покачивающиеся в порывах в юге мертвые тела. «А хочется, ёпта!» «На кого?» – удивился я. «Да волчары сгутрутся, блядь!» – пояснил Вован. «Зачем они тебе? На шапку?» «Эти пидоры всех оленей распугали! Охотят ж надо, ёбана! Следы тут видал пару дней назад, во! Приманку выставил, заебок!» Я вздохнул, не став говорить, что у него серьезные траблы с кукушкой, и к тому же я начал подмерзать на этом ветру. «Пойдем в пещеру, Вован! Холодно, блин!» «Опять торт таскать, цыка! Ну айда хули!» – погрустнел ВДВшник. «Есть проблема посерьезнее!» «Чё за хуйняна?» «По дороге расскажу!» «Бля, Вова, чё ты творишь?» «Ща, погодь малость!» Десантура направился к покойникам и, подхватив парочку, закинул на широкие плечи. «Нахрена ты это делаешь?» – закричал я. «Закопаем в огороде, ёптать, чтоб посевы колосились!» – улыбнулся гигант. «Бросай их, сейчас не до сельского хозяйства!» «Да чё стряслось-то, братка?» Десантник швырнул замерзшие трупы в снег. «Жалко, растачат волки без меня!» По дороге к пещере я рассказал всё как было. Ожидал что угодно, недоверие, глумливый хохот, непонимание, как в случае с очкариком. Однако Вован выслушал почти не перебивая, лишь хмыкал. «Охуеть!» «И?» «Ну ёптать!» Перед входом в логово мы словно по команде сняли с оружия с предохранителей. «Уж я-то, блядь, подумал, посерьёзки чё!» – хмыкнул Десантура. «Ну там Егорыч на отыскалке кемру старую, да отпердолил как в молодости! Хе-хе! А Валерка, кореш твой, увидав ту хуйню, стрельбу открыл, да обоих грохнул, ёптать! И типа щас от жены своей гасится! Хе-хе!» Я посмотрел на него очень долгим внимательным взглядом. «Поражаюсь твоей фантазией, Вован!» «Но это всё не шуточки! Я всё утро бежал, чтоб тебя предупредить!» «Не сы, ёпт!» Он сплюнул сквозь зубы. «Щё пизда твоему фальшику настанет! А ты, коли устал, можешь обождать здесь! Посиди и покури, хуля! Только пару гранат дай!» Я подумал с минуту, оценивая предложение. Спросил. «Ты чё, прямо сейчас собрался? Давай лучше пойдём все вместе, Валера, Егорыч!» «Да ну на! Мешать только будут, я дегрё! Старому сто лет в обед, а очкастый доходяга скорее себя пристрелит, чем фрица на!» «Валера вообще-то ФСБшник, напомнил я. «Какой нахуй ФСБ?» орнул Вован. «Ты его корки видал, братка?» «Нет, но он сказал». «Да мозга он ебёт, я дегрёв, ФСБшник ефте! Ну сука пиздец! Ну ты чё решил? Хули вату катать? Айда прогульнёмся!» «Пошли!» кивнул я. «Мне хотелось скорее покончить со всем этим и вернуться к нормальной жизни!» «Вот это по-нашему, братка!» – обрадовался Вован. «Зачищать сразу надо, пока не отчухалась мразота на...» Мы сурово переглянулись и двинули в мрачные недра северных гор. Глава 24 Боевые стимуляторы, допинги и расширяющие сознание вещества, конечно, полезны в смертельной схватке, но сейчас нужно просто выполнить неприятную грязную работу, зачистить фашистского недобитка в его гнезде, ну и отправить в ад тёчу Валеры, если она ещё до сих пор не крякнула. Только почему душу терзают сомнения и страхи? Получится ли справиться с подземным злом? Увижу ли я ещё белый свет или сгину во мраке?» Мы двигались попеременно. Пока я или Вован делал резкий бросок до следующего поворота, второй прикрывал с выключенным фонарём. Такую тактику движения предложил десантник и своего богатого военного опыта. Соблюдая тишину, общались с жестами, благо я их знал по военным фильмам. Несмотря на усталость и нервное истощение от безумия предыдущих дней, я верил в успех операции. Со мной бешеный ВДВшник, и это придавало сил. Ох, не позавидуешь теперь поганому фрицу. Очень хотелось курить, но Вован так строго взглянул на меня, когда вытащил пачку, что я решил потерпеть до победы. Запах табачного дыма может выдать нас врагу. Наконец добрались до рукотворного тоннеля, ведущего в немецкое убежище. Темнота и тишина. Лишь где-то холодным метрономом капает вода. Сделал шаг вперёд, но Вован тормознул за плечо, указывая вниз. Я кивнул. Да, нужно глядеть под ноги. Грёбаный Улерих мог подготовиться наставить мины ловушек. Медленно проверяя каждый шаг, подошли к завалу. Всё спокойно. Может, зря беспокоимся, и безумный фашист уже подох. Но я отбросил глупые мысли, первым ныряя в тесный проём. А вот теперь следует быть предельно осторожным. Здесь, в этом чёртовом склепе, можно ожидать чего угодно. Выключив фонарь, я дождался, когда Вован протиснется через узкий лаз. Держа на готове оружие, мы двинулись вперёд. Лаборатория встретила темнотой. Мониторы то ли сами погасли, то ли их кто-то выключил. Лишь неоновые вспышки какого-то датчика на пульте озаряют мёртвую залу. Под тактическим ботинком хрустнуло стекло. Предупреждающий зашипел Вован. Я выругался про себя. Следует быть предельно, мать твою, внимательным. Обошли зал, не включая фонарей. Достигнув противоположного края, я вздрогнул. Трупы помощников Ульриха исчезли. Я поднял ладонь сигналом тишина. Определённо фашистская гнида где-то здесь затаилась во тьме и поджидает. Мои чуткие уши, как локаторы ПВО, сканировали пространство. Ни черта. Только хриплое сопение десантника. Ну чё? Кивком головы спросил он. Хрен его знает. Пожал плечами я. Мы направились по коридору в следующий машинный зал. Я замер, пытаясь понять. Что-то здесь неправильно. Ну да, все механизмы выключены, только еле слышно гудят трансформаторы. Не к добру это всё. Не к добру. И тут я услыхал это. И быстрые мокрые шлепки справа. Ещё только разворачивал дуло сайги, как вспыхнул фонарь Вавана. Из прохода между спящими машинами, переставляя кривыми руками, неслось человекообразное существо с вытаращенными как у филина глазами. Нижние конечности атрофированы и безвольно тащатся по полу. Не дав мне выстрелить, десантура прыгнул вперёд. Свистнул убойный десантный нож, описав дугу. Закаленное лезвие вонзилось в висок уродца. С хрустом повернув, Ваван выдернул кинжал, а бездвиженное тело свалилось на пол. «Чё за кусок ебатни?» Он брезгливо вытер нож. «Тот фашист или не тот?» «Нет». Я тревожно поглядел по сторонам. «Тёща ёк!» Немец выращивал этих мутантов в качестве еды, но походу один из них как-то вырвался. «Во, братка, хорошо, что ты умеешь объяснять, а то я б грешным делом подумал, что у меня белочка на...» Ваван пнул мёртвую тушу. «Ну и уродцыга!» «Осторожнее, тут могут быть и другие», предупредил я. «Дай похуй!» «Идём». В этот момент из-за спины Вавана показалась ещё одна тварь. Она бесшумно вышла из-за трансформаторного шкафа. Ничего отвратительного я в жизни не видел. Безглазая, лысая башка с будто бы вывернутыми ноздрями, корявый широкий рот сочится слюной. Эта хрень взмахнула лапами. «Ложись!» заорал я. Надо отдать должное, десантура среагировал молниеносно, но не так, как я ожидал. И опять не удалось нажать на спуск. Ваван поднырнул под жилистую руку с растопыренными когтями, заломал её. Бамс! Слепая морда впечаталась в металлический шкаф, оставляя мокрый след. Затем, развернув, десантник пробил двоечку, потом локтём в затылок и тут же коленом в ноздри. Вот красава! Я поразился. Мой бойцовский скилл немного скромнее. Завершающим аккордом он чиркнул по горлу. «Ну ебать, страшилище! Даже ушей, блядь, нету!» Возмутился Вова. Тут я услышал из других тоннелей и переходов дьявольские завывания. «Погнали!» – крикнул я. «Заводовая братка!» Вован убрал клинок и перехватил трещотку. Дальше мы шли уже на гораздо большем стрёме. Ну и я, по крайней мере. В любой момент из-за угла может выскочить воющая голодная образина. Вован, громко топая, заглядывал в каждый проход, каждое ответвление. Интересно, эти твари способны бояться? Если нет, то им следовало бы, судя по тому, как десантура ловко их уделывает. Вскоре добрались до зала, где выращивалось это мутированное отродье. Как я и опасался, все клетки открыты настежь и, соответственно, пусты. Внезапно во тьме помещения, куда не пробивали лучи фонарей, зашевелилось тёмное кубло. Крики с подвываниями, мерзопакостные и гадкие взорвали тишину. Загремели сдвигаемые клетки, что-то наступало из темноты. Загрохотало в руках сайга, я первый открыл огонь. Рядом сухо затрещал короткими вспышками АК-74 Вованна. Фриц придумал хорошую защиту, выпустив на свободу полоумных, жаждущих крови ублюдков. Мы начали потихоньку отступать в коридор, когда увидели это шевелящееся месиво, ползущее на нас. Да их тут десятки, если не сотни. Пока одни падали от выстрелов, остальная толпа, не обращая внимания, пёрла на нас. Увидев, что Вованн перезаряжается, я метнул гранату и оттащил его за угол. Шарахнул взрыв. Гомункулусы отчаянно завопили, на стену рядом шлёпнулись чьи-то потроха. Выглянув, я тут же шарахнул в безумную морду заряд картечи. Над лысыми головами мельтешащих исчадий возвышается мясистая туша жирного мутанта. Медленно, но уверенно облизывающийся хряк топал к нам, распихивая мелких собратьев. Палец бесполезно давил на спуск. Блять, патроны! Смени магаз, братка! Вованн отдёрнул меня за шиворот в коридор и веером от бедра стал поливать гадов. Чуть не поскользнувшись на ошмётках, я судорожно сдёрнул магазин. Он выпал из рук. Похрен! Дёрнул лайкру, выхватывая новый. Саня, вала ебёшь! Завопил десантник, молниеносно перезаряжая автомат. В коридор запрыгнул худой подвижный урод. Мощным ударом ноги Вованн разбил всмятку болтающиеся яйца. Я так и не перезарядился, но выдрав из кобуры револьвер, вышиб скудные мозги. Десантник с яростной рожей лупил в надвигающихся мутантов. В этот момент я скорее спиной почувствовал движение позади. Крутанувшись, сбил на лету безобразного подонка. Тварь забилась на полу, раздирая лапами живот, куда угодила пуля. Следующий картечный выстрел угомонил каннибала. Бля, сколько же их тут! Надо как-то обойти этот зал, там никаких патронов не хватит! Вованн, сюда, в боковой проход! Крикнул я. Он побежал ко мне, меняя на ходу магазин. Позади в коридор втиснулась туша мегамутанта. Ну и хреновина! Одно хорошо, его жирная задница перекрывает путь остальным. Я уже держал на готове гранату, когда Вованн добежал до меня. Возбужденно повизгивала надвигающаяся гора сала. Как шар для боулинга я послал лимонку под ноги слонопотаму. Не дожидаясь взрыва, мы побежали. Этот коридор заканчивался ступенями, ведущими наверх. На половине пролета в спину толкнула мягкая волна. Обиженный рев. Бляха! Не пробил! С досадой подумал я. Поднявшись по ступеням, оказались на верхней галерее все того же зала. Вованн принялся отстреливать одиночным огнем уродцев, снующих внизу. «Вованн, хрен с ними! Надо найти Ульриха!» «Сыга, выжать-то ця нахуй!» Прорычал десантник. «Ульрих сразу не сказал про эту нечисть! Заебенили бы пару канистр на палма!» «Я думал, они в клетках!» «Да и пох! В клетках проще было бы сжечь!» «Ладно, давай куривай, ёпта!» Мы закурили и отправились дальше. После такого концерта уже плевать на маскировку. Миновав дьявольский инкубатор, вышли к апартаментам. Сквозь продырявленную дверь бьют лучи. В комнате горит свет. Сощурившись от дыма сигареты, Вованн протянул широкую ладонь. Я вложил в нее гранату. Блин, еще одна осталась и все! Эвка улетела в отверстие. Мы сжались, рванула, вынося остатки двери. Следом выбежала визжащая тварь с дымящимся задом и пронеслась мимо. Парой выстрелов из сайги я уложил гадину. В комнате больше никого, только покореженная взрывом мебель и экскременты на полу, на стенах, на книжных полках. Я заметил, что бумаги и чертежи со стола исчезли. Что ж, выходит, нацист еще жив. Попетляв по коридорам и очутившись пыточной, слава к туху больше никого не повстречали. Хотя мне уже не терпелось нашпиговать Ульриха пулями 12-го калибра. Недавняя стычка с мутантами уменьшила наши запасы боеприпасов, но наполнила сердца боевой яростью. Переглянувшись, мы приблизились к приглашающе распахнутому тайному ходу. Уж не ловушка ли? Видимо, так же подумав о ван, дал пару очередей в темноту. Ответа не последовало. Двинулись дальше. Коридор изгибался плавной дугой, уходя все ниже, вглубь скальной породы. Блин, что же еще таится в этих темных лабиринтах? Вскоре дуновение ветерка тронуло мое напряженное лицо. Стены раступились. Опять какой-то зал. Взглянув под ноги, я вздрогнул. Человеческие кости. Много, блин. Что-то невидимое бесшумное вспороло мои тактические штаны, царапая мышцу. Вокруг засвистели металлические стрелы. Еще одна застряла сбоку в подсумках, другая пробила приклад карабина. Остальные снаряды зацокали по стенам. Я принял единственное верное решение. Упал среди пыльных скелетов и вырубил фонарь. Ну почему я не купил прибор ночного видения, когда была такая возможность? Че за бляст он нахуй? Зарычал Вован. Я обернулся. Его правую руку пробила коварная стрела. Почему он не ложится? Благо обстрел вроде прекратился. Перехватив АК в левую руку, десантник расчертил темноту очередью от бедра. На том конце вспыхнул свет, освещая непонятную конструкцию из медных труб. Я присел на одно колено, поднимая сайгу, когда увидел за установкой черную фигуру. «Сейчас ты отправишься в ад, психопат фашистский!» Усмехнулся про себя, глядя через коллиматор. Но я не успел выстрелить. Негодяй взмахнул руками и ударил по пульту. Чудовищная акустическая волна опрокинула навзничь. Я пытался подняться, но с каждым аккордом плющило все сильнее. Зажал уши, чтобы не лопнули барабаны и перепонки. Даже сквозь беспощадную боль можно было узнать мелодию. Не думал, что буду умирать под лунную сонату. Остановите это мучение! Вибрации пронизывали позвоночник, суставы, бились в сводах черепа. Еще минута, и начнут крошиться зубы! Меня кто-то перевернул. Я увидел могучую руку Ована. Он вырвал из моей разгрузки последнюю гранату. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше безумное путешествие в схрон, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Также рекомендую вам познакомиться с постапокалиптическим миром Артема Мичурина в серии книг «Еда и патроны». Переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Артем Мичурин «Еда и патроны». Книга первая. Возрастное ограничение 18+. Ненормативная лексика. Тише, тише. Расслабься. Идет стремительный и беспощадный естественный отбор. И таков новый мир. Мир, в котором человеческая жизнь стоит куда меньше, чем еда и патроны. Помянем старый мир и возрадуемся новому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова